Эти бобря – это первые, которые появились на свет в большом 40-тонном аквариуме Воронежского заповедника. Это произошло в середине марта этого года. А буквально на днях Плёсик и Ряска, так зовут подростков, переселились в собственную квартиру. Она называется ШЭД. И в таких же живут все остальные бобры заповедника. Ну, в природе они с родителями живут где-то до двух лет. Там всё-таки поселение, довольно-таки большая территория. А здесь, как бы, метод содержания животных, у нас немножко территория ограничена. Дело в том, что взрослые, у них зимой начинается время гона, испаривания. И иногда из-за того, что мала территория, они просто немножко им мешают. К отдельной от родителей жизни бобрята оказались готовы. Даже подстилку сами себе устроили. Эту стружку самые крупные на нашем континенте грузины производят самостоятельно. Точно так же они поступают и в природе. До сих пор сохраняется интрига. Кто из них плёсик, а кто ряска. Конечно, сейчас уже сказать, кто из них по полу разделить, нет возможности. Потому что все органы находятся внутри. И это где-то к году. К году или на втором году жизни уже можно тогда чётко сказать, кто сам, кто самец. Когда бобрята станут взрослыми, каждому или каждой подберут пару. Кстати, семьи у бобров крепкие на всю жизнь. А в природе она длится до 20 лет. Но в заповеднике грузины живут и дольше. Бобрята демонстрируют характерную для грузунов посадку на собственном хвосте. Это поза такая, они как бы концентрируются. Тем более хвост тёплый. И бобры комфортно себя на нём чувствуют. И тем более самочка, когда кормит бобрята и ухаживает за ним. Они таким образом тоже у неё на тёплой мягкой постелочке сидят. Прикрываясь своим телом, смехом. И им там комфортно. Иногда даже бобры, вот даже здесь, он хвост всё-таки длинный. Иногда концом хвоста прикрывают себе вот так вот мордочку. И сидят там в своём микроклимате. А что касается родителей, плёсика и ряски, то они продолжают свою обычную жизнь в аквариуме. Людей и животных разделяют всего лишь толстое стекло. Они сейчас активные. Время гона наступило. Бобры ведут активный образ жизни. И так же думаю, что весной у нас появится ещё потомство. Первые обитатели искусственного водоёма не смогли в течение нескольких лет произвести потомство и их заменили. И эта пара просто проигнорировала множество любопытных взглядов. Сегодня в Воронежском государственном биосферном заповеднике в неволе живут 44 бобра. Пять из них появились в этом году. Пять малышей – это средняя рождаемость в заповеднике на протяжении многих лет. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.